под шалом дорогие друзья с вами сегодня иосиф и вся наша команда мы очень рады видеть вас и служить вам и прежде чем мы начнем давайте помолимся пудрим нашего творца дорогой наш небесный отец мы благодарим тебя за этот день за этот шаббат за то что у нас есть время покоя и время радости быть с тобой благослови пожалуйста отец каждого из нас в этом дне и на всю неделю чтобы мы пребывали в слове твоем и в радости твоей аминь шаббат шалом ребята и с вами женя поговорим сегодня о мудрости помните в прошлой передаче мы рассказывали как ешуа начал свое служение это было служение любви на земле люди исцелялись многие были воскрешены из мертвых освобождены от смертельных зависимостей но самое важное служение ешуа было в том что огромное количество людей которые поверили в него получили спасение и освобождение от грехов и конечно же жизнь вечную народ толпами собрёт народ толпами собирался возле учителя ешуа чтобы послушать мудрые наставления и вразумление о царстве небесного отца и так одним из способов учить господь использовал притчи говоря как было иносказательно тем кто понимал сказанное им он объяснял подробно что сказано в этой или другой притче и конечно же были те кто послушал и ничего не понял просто уходили но были также и те кто допытывались до истины и сейчас мы с вами послушаем одну из мудрых притч нашего господа ешуа мессии шаббат шалом ребята и с вами давид продолжим наш рассказ ешуа стоял на берегу озера возле него толпился народ и оттеснял его тогда он вошел в лодку и поучал людей причами вышел в поле сеятель когда он сеял некоторые зерна упали возле дороги и налетели птицы и склевали их некоторые попали в каменистую почву где было мало земли хотя они и взошли все же с появлением солнца увяли и засохли также как и корни их были слабые некоторые зерна упали в тернии и сорняки заглушили их а те которые попали в хорошую землю дали урожай из одного зерна в колоссе выросло 100 зерен из другого 60 а из некоторых и 30 кто имеет уши да услышит слушайте внимательнее вышел сеятель сеять и когда он сеял иное упало при дороге и на летели птицы и поклевали то иное упало на места каменистые где немного было земли и скоро взошло потому что земля была не глубока когда же взошло солнце увяло и как не имела корня засохла иное упало в тернии и выросла тернии и заглушила его иное упало на добрую землю и принесло плод одно во сто крат а другое в 60 иное же в 30 кто имеет уши слышать да слышит многим эта притча показалась непонятной вы скажете ну и упали себе зерна зачем нам это знать я скажу вам ребята нам с вами надо это знать в первую очередь и послушайте как же объяснил сам господь эту притчу своим ученикам сеятель это тот кто сеет слово кто учит людей говорит им что нужно верить в бога и быть добрым честным человеком семя это слово божие посеянное у дороги это те кто слышит слово о праведной жизни и царстве небесном но не хочет его понимать к тому приходит дьявол который не желает чтобы человек верил и получил спасение человек слушающий дьявола не может слышать слова божьего и это есть семя посеянное у дороги не приносящие никакого урожая прилетели птицы и поклевали его под семенами упавшими в каменистую почву подразумеваются люди которые услышав слово то час принимает его с радостью но они непостоянны какое-то время веруют но во время искушения когда приходит беда или начинаются гонения за веру тот час отступаются и перестают верить так как не имея корня не укрепились верой зерна попавшие в терни означает тех людей которые слышат слово но слишком много у них забот слишком любят они это богатство и за разными хлопотами забывают слово поэтому она бесплодна посеянное же на хорошей земле означает такого человека который внимательно слушать слово божье старается его понять и понимать живет хорошо и делает добро приносит плоды с чистым сердцем в терпении ожидает царство небесного как мудро ребята учит нас и и шуа чтобы мы понимали важные истины которые будут воздействовать на наше сердце а если вы мальчики или девочки были бы сеятелями в какую почву вы бы хотели посеять свои семена давайте подумаем об этом и выберем себе почву добрую шаббат шалом ребята и до встречи пока вот такая поучительная притча ребята вы прекрасно знаете как важно внимательно слушать и порой не забывать сказанное например вы пар вы попросили что-то у своих родителей они что-то не сделали тоже того что вы попросили вы очень сильно конечно же будете переживать вам будет очень обидно так точно и родители они могут огорчаться на вас там за внимательное отношение или каким-то их просьбам или за вашу забывчивость вы должны были выучить уроки а вы воткнулись в телефон и забыли так как и в притче прилетели птицы поклевали зерна и вы забыли о том что вам говорили например в школе всех учат одинаково одинаково рассказывают одинаково объясняют но одни учатся хорошо много знают а другие ничего не знают поэтому одни слушают кое-как невнимательно и вскоре все забывают другие просто не хотят повторять то что говорит им учитель и потом самостоятельно как-то это вспоминать это же все забывают но слава богу ребята среди вас только те которые внимательно слушают которые стараются запоминают поэтому хорошо и учатся ребята давайте постараемся не забывать мудрых наставлений наших учителей наших родителей и слова божьего чтобы быть доброй почвой и приносить добрые семена веры шаббат шалом ребята и до новых встреч пока привет друзья сегодня мы будем делать ворону которая воровала семя при дороге для этого нам понадобится семечки глаза ножницы карандаш вот такой клей двухсторонний скотч циркуль и черный и желтая бумага ну что начнем берем черную бумагу и рисуем на ней циркулям круг вот так и чертю вот так у нас получилось теперь берем вырезаем этот круг нет вначале надо расчертить попала половину берем вот здесь рисуем полоску и вот здесь а вот теперь вырезаем вот такой у нас круг получился теперь вырезаем четверо вот это уже не нужно берем вот эту часть и сворачиваем вот такой у нас получился кругу теперь берем его и вот вот здесь склеиваем пользуйтесь либо клеем либо двухсторонней лентой вот такой кусочков надо и клеем его вот такой у нас конус получился теперь берем и делаем нашему нашей вороне лапки и клюв берем и и чертю здесь и чертю здесь вот такой ром и вырезаем вот так у нас получилось теперь берем и делаем лапки и и вырезаем и вырезаем их первая лапка и теперь делаем крылья теперь делаем крылья пока что отлаживаем наши лапки берем их и рисуем а теперь вырезаем их у нас есть туловище крылья лапки клюв а теперь нам надо сделать голову теперь вырезаем ее хохолок нам надо сделать рисуем и вырезаем вуаля теперь так как у нас все есть начинаем клеить берем наше вот такое вот туловище берем крылья крылья и берем двухсторонний скотч берем чуть чуть вот столько хватит и клеим крылья вот так у нас получилось теперь делаем голову для этого нам понадобится сама голова два глаза хохолок и клюв берем и на глаза клеим клей вот так у нас получилось теперь берем клюв и клеим его вот так у нас получилось теперь берем наш хохолок наклеиваем его и клеим его сзади теперь берем нашу голову вот так склеиваем и клеим и клеим нам осталось приклеить только лапки и насыпать семечек берем картонку и вырезаем небольшую платформу вначале наклеиваем лапки под углом вот так вот так теперь клеим нашего друга вот так у нас получилось теперь берем нашу платформу и натираем клеем и самое последнее посыпаем семечками вот так все всем пока всем привет ребята с вами я эмиль и ваша любимая викторина и с вами снова ваня и сегодня третья викторина стартового сладкого марафона с нетерпением ждем кто же победит в этом марафоне итак наши вопросы первое почему погибли посеянные зерна попавшие в каменистую почву потому что не было дождя потому что не имели корня потому что их съела гусеница итак наш второй вопрос что случилось с семенами посеянными у дороги их поклевали птицы их унесло ветром или их смыло дождем итак третий вопрос на кого похожи зерна упавшие в термии на людей любящих свои заботы и богатства на людей которые не веют в бога и на птиц которые поклевали семена итак наш четвертый вопрос что же означает хорошая добрая почва человека который работает человека который слушает слово божье исполняет его или человека который забывает то что ему сказали я не помню что в конце и не забывай что это третья викторина из сладкого марафона дорогие ребята ждем ваши комментарии ставьте нам лайки высылайте на вайбер фото в ваших поделах особенно ждем ответов на викторины не забывайте победителя ждет сладкий сюрприз прибывайте в божьем салоне будьте внимательны и успешны во всем до следующего шаббата пока в следующем году Продолжение следует...